Тиристор Если просто присоединить положительное напряжение к аноду, относительно которой, то тиристор не будет проводить ток, в отличие от диода. Для того, чтобы тиристор проводил ток, необходимо к выводу управления подключить положительный импульсный сигнал. Даже после подключения сигнала от вывода управления, тиристор по-прежнему будет проводить ток. Повторная подача сигнала на вывод управления ситуацию не изменит. Для выключения тиристора необходимо снять напряжение с анода. Это является недостатком по сравнению с транзисторами. Но этот недостаток компенсируется сверхмалыми токами управления на порядок меньше, чем ток базы транзистора и малой рассеиваемой мощностью. Для того, чтобы понять, как он работает, посмотрим нашу схему. Тиристор включен последовательно с нашей лампочкой. При замыкании выключателя лампочка не горит. Хотя к аноду и приложено положительное напряжение. Для того, чтобы тиристор начал проводить электрический ток, нужно на управляющий вывод подать напряжение управления. Для этого скоснется пальцем до сенсорной панели. При касании сенсорной панели, по выводу управления тиристора, потечет ток меньше 1 мА. А при этом включается лампочка, потребляющая ток более 200 мА. Повторное прикосновение к пластине ничего не изменит. Для выключения лампы необходимо ржампнуть выключатель. Надеемся, что вам стал понятен принцип работы еще одного электронного устройства. Удачных вам экспериментов! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!